Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вы можете почувствовать, что не все сейчас проходят портал 10.10, но у всех у нас есть 5 дней, когда мы можем желать это сделать. Есть на канале групповая работа. Пожалуйста, кто желает, приобщайтесь. До 15 числа открыт портал. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему «Переход в 5 измерение. Высшие силы или астрал». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, каким образом люди получают послания высших сил, задействуя свои божественные органы чувств. Как уже говорилось в моем предыдущем послании, чистота принимаемой информации зависит от уровня вибрации человека и степени активации его шестой и седьмой чакр, а также шишковидной железы. Эта тонкая настройка всех трех божественных антенн человека нужна для того, чтобы не допустить в свой канал ни одно существо, чьи вибрации ниже вибраций сил света. В идеале нужно стараться удерживать их на одном и том же уровне постоянно, поскольку все воплотившиеся сейчас на Земле древние души находятся под пристальным вниманием темных сил, которым очень не хочется, чтобы они разрушили веками установленный ими порядок вещей, позволяющий держать в повиновении сознание людей. Рептилоиды и астральные сущности всех видов, пытаясь удержать свои позиции на Земле, делают все возможное, чтобы вывести такие души из состояния равновесия, что понизит их вибрации и позволит темным силам завладеть их каналом взаимодействия с высшими силами Вселенной. Делают они это очень тонко и умело. Для начала, выпуская на сцену высший астрал, владеющий информацией о происходящих на Земле изменениях и умеющий плести бесконечные кружева из красивых, правильных, елейных слов на тему вознесения и духовного развития человека. Чтобы вы лучше поняли, каким образом способны проникнуть в канал Челлинира эти самозванцы, я расскажу вам более подробно о механизме прохождения информации через тонкие органы чувств человека. Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Положим, у древней чистой души, вставшей на путь вознесения, после активации всех верхних чакр и шишковидной железы открывается канал связи с высшими силами Вселенной. И этот человек начинает принимать от них послания. Есть два пути взаимодействия между ними. Либо высшие силы сами выходят на связь с тем, чьи вибрации позволяют это сделать, либо человек обращается к ним с какими-либо вопросами. Чаще всего информация приходит не в виде прямых диктовок, а в виде информационно-энергетических пакетов, которые человеку нужно расшифровать. И на этом этапе, кроме верхних чакр человека и шишковидной железы подключается его пятая чакра, отвечающая за творчество и самовыражение. Таким образом, расшифровка полученной сверху информации зависит уже от индивидуальных качеств Ченнелера. Его образование, эрудиции, склада ума, характера, литературного дарования, грамотности и, конечно, в первую очередь от уровня духовной чистоты. Вот почему одна и та же информация, даже полученная из самого чистого источника, так разнится по форме изложения. Кроме того, люди в силу все тех же индивидуальных качеств очень по-разному реагируют на открытие своего божественного канала. Кто-то принимает это с благоговением, с бесконечной благодарностью, в полной мере осознавая свою ответственность за сохранение чистоты, дарованного ему высшими силами источника получения бесценной информации, а кто-то не выдерживает испытания гордыней и начинает ощущать себя избранным, чувствуя свое превосходство над обычными людьми. И как только это происходит, вибрации этого человека резко понижаются и его канал становится уязвимым. Им сразу же овладевают астральные сущности, перехватывая инициативу у светлых сил, чьими именами они часто себя называют. Как правило, сам человек этого не замечает. Настолько тонко происходит эта подмена. Тем более он уже вошел во вкус в кавычках учителя, в кавычках врачевателя душ людских, посланника небес. В данном случае спасти положение не способны даже высшие силы, поскольку они уже не могут пробиться к человеку, притянуться к нему по вибрациям. Поэтому, родные мои, я и дал вам точку опоры в виде золотого треугольника, который отныне должен стать главным индикатором ваших вибраций и одновременно гарантом того, что вы общаетесь действительно с силами света, а не с астральными самозванцами. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали темы «Высшие силы» или «Астрау». Дорогие друзья, в предыдущем ролике подробно рассказано, как выстраивать этот золотой треугольник. Но мне хочется еще немножко сказать, буквально пару слов о том, что многие люди мнительные, и придумывают сами себе, что ими завладевает астрал. Поэтому тут тоже надо быть немножко внимательным к себе и говорить «Со мной всегда силы света». И тут же можно попросить первотворца Вселенной оформить вокруг вас 7-метровый цилиндр и наполнить его божественной энергией. Тоже есть такая практика. И еще хочется сказать пару слов о том, что узримость могут чувствовать очень многие люди и искушают очень серьезно. Поэтому поддерживайте друг друга на более высоких уровнях. То есть как это можно сделать? Создать мыслеформу, что весь род человеческий, то есть все люди на планете Земля, все живые существа, в сфере первотворца Вселенной. И прошу наполнить эту сферу божественной любовью. С вами в портале 10.10. Продолжение следует...